Намасте, дорогие друзья! Мы в индийском штате Джамму и Кашмир. Как только мы приземлились в Кашмире и заселились в отель, мы решили поехать в Шанкра-чария-темпл, который находится на вершине горы. Это индуистский храм, посвященный Богу Шиве. На вершину горы мы приехали на машине. Дальше нам предстояло подняться по лестнице, у которой примерно 240 ступеней. Для меня это было очень легко, поэтому я поднялась первая. Но с нами была бабушка, и для нее это было достаточно сложно. Да и не хочет идти пешком, но хоть, чтобы его не слили. Карабкалась по ступенькам, и такой вид на город. Перед входом в индуистский храм всегда есть вот такой колокол, в который нужно позвонить. Перед входом в храм нужно обязательно снять обувь. Камни такие горячие. Уйдут колючая проволока. И дальше вот такая красота. Мы находимся на самой вершине горы, и вот здесь храм. Мы ехали на такси, пока мы ехали, столько было прекрасных видов, но через стекловом автомобиле я не могу снять, потому что я находилась не с той стороны. Может, на обратном пути засниму, как красиво. Вот можно слышать Азан, призыв на молитву мусульманскую. Над городом я слышу прямо мелодию Азана. Из разных мест. Вот такой вид открывается из храма. По кругу можно просто снимать, везде красота. В самом храме, к сожалению, снимать нельзя, но в него можно зайти. Там сидит священник, который даст вам просад и благословит вас. Храм этот очень древний. Он был построен в 200 году до Рождества Христова. Такие камни у подножия храма. КОНЕЦ Фомашка 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 Вид просто невероятный. и из город Сренагар как на ладони. Дэнни очень захотел взять деньги. Дэнни, ты видишь, какой корень у дерева? Сейчас мы приехали в Сады Моголов. Сады Моголов были построены в эпоху правления Великих Моголов. Империя Великих Моголов – это государство, существовавшее на территории современной Индии, Пакистана, Пангладеш и юго-восточного Афганистана между XVI и XIX веком. Именно поэтому в этой части Индии большинство исповедует ислам. Красота! А воздух какой свежий, цветы! Вау! Шишка, Дэнни! Какие необычные, красивые цветы! Потрясающие! Дэнни, дон тачь, дон тачь, Дэнни, дон тачь! Просто что-то как красный бархат, что это за цветок, невероятная красота! Вау! Цвет даже не передается, какой шикарный, роскошный цвет! Местные жители приходят сюда на пикник. Воздух здесь невероятно чистый и свежий. Раньше гулять здесь было привилегией королей и королев. А сейчас любой желающий за символическую плату может наслаждаться вот таким видом. В Кашмире очень много таких садов, но мы посетили только три из них. В Индии в туристических местах можно одеваться в любую одежду, которую пожелаете. Хоть в шорты, хоть в платье. Никто вам ничего не скажет. Но если вы едете в Кашмир, то я рекомендую вам одевать более закрытую одежду. Именно потому, что большая часть населения здесь исповедует ислам и здесь очень много закрытых женщин. Поэтому в целях безопасности и спокойного путешествия я рекомендую вам более закрытую одежду. В Гималаях очень много хвойных деревьев, но они отличаются от тех, что можно увидеть в России. Иголки могут достигать 15 сантиметров в длину. Шишки тоже очень гигантские. И так как я часто езжу в Гималайи, то у меня дома собралась целая коллекция из шишек. Сады, которые мы посетили, располагаются на одной дороге, но на трех разных уровнях высоты. До наших дней сохранилась лишь небольшая часть былого великолепия. Особенность садов-моголов – это наличие бассейнов, фонтанов, различных каналов. Больше всего меня впечатлил сад на самом верхнем уровне. К сожалению, моя камера к тому времени уже разрядилась, поэтому я не могу передать вам всей красоты и прелести этого места. Но когда я только зашла и взглянула на этот сад, то мне показалось, что я оказалась в раю. Это невероятная красота, невероятное сочетание цветов, гор и построек. Этот сад носит название Пари-Махал. Он был построен в середине 1600-х годов. Парк представляет собой сад с семью террасами, расположенный на вершине горного хребта Забарпан. В свое время он использовался как обсерватория и для обучения астрологии и астрономии. В каждом парке можно взять в аренду костюм и сфотографироваться в традиционной одежде. Это место нужно увидеть своими глазами, потому что никакая камера не передаст всей атмосферы. Спасибо за просмотр!